О недвижимости пойдет речь в эфире Балтик Плюс в ближайшие 20 минут, а в студии Андрей Кондрат, соучредитель портала «Застройщики 39». Добрый день! Поближе к народу, поближе к микрофону, чтобы было хорошо слышно. Андрей, скажите, а каковы темпы застройки сегодня в Калининграде? Темпы застройки в Калининградской области продолжают оставаться достаточными, хотя в целом, по нашим наблюдениям, они падают. То есть уменьшается количество выданных разрешений на строительство. Может быть, это результат того, что рынок недвижимости является достаточно инертным, и те события, которые были, они как-то повлияли на решимость застройщиков. Может быть, это связано с тем, что в предыдущие годы было получено достаточно много разрешений, и они в настоящий момент, эти проекты реализуются. Но, тем не менее, количество выдаваемых разрешений на строительство, ну, соответственно, количество новых объектов, оно в настоящий момент статистически, как мы видим, падает. Сейчас мы говорили именно про Калининград, а если коснуться остальных городов области? Эта тенденция заметна вообще в целом на всей Калининградской области, на всей ее территории. Но если говорить про какие-то локации, которых мы раньше не видели, то сейчас мы увидели достаточно интересную картину. Стали пользоваться спросом и появились у застройщиков объекты, расположенные в так называемой глубинке области. То есть раньше такого не было. Если в целом темпы по количеству выдаваемых разрешений на строительство и выходящих новых объектов можно охарактеризовать как падающие, то в определенных локациях просто появилась жизнь, а ее до этого не было. О каких городах идет речь в частности? В частности, хотел бы отметить Гвардейск, которого раньше вообще практически не было на карте новостройок области. Ну, либо было там в каких-то практически там мизерных количествах, что-то там появлялось. Черняховск достаточно серьезно начал развиваться. Там сейчас работает один из серьезных калининградских застройщиков, строит хороший объект и начинают появляться новые объекты. Балтийск прирастает новыми объектами. Там уже работают несколько застройщиков, хотя еще год назад работал фактически только один. Буквально вот сегодня появилась информация о том, что появился объект в городе Светлый. То есть про такой город там статистически, именно по строительству многоквартирных жилых домов, мы не слышали очень давно. Ну, вот таким образом получается, что не только в Калининграде теперь уже идет жизнь, и не только на побережье, как принято считать. Ваш прогноз по ценам на недвижимость на ближайшее время? Прогнозы дело неблагодарное. Конечно, но тем не менее, это всегда интересно. Да, ну вот сейчас постоянно приходится сталкиваться с тем, что все ожидают падения цен. Сразу же хочу говорить, что... Года 4 уже ожидают падения цены, но так и не происходит. Да, на этом пиарятся многочисленные блогеры. Вот только откроешь YouTube, посмотришь, а там вот скоро-скоро-скоро, сейчас-сейчас-сейчас. Ну, а этого все не происходит и не происходит. Поэтому я постараюсь быть осторожным в прогнозах, может быть, чтобы кого-то не разочаровать. Но все, что мы видим, это то, что цены растут. То есть если сравнивать, например, май 23-го с маем 24-го, то есть год к году, то мы видим прирост стоимости квадратного метра. Еще раз подчеркну, речь идет только о новостройках. На 19%, то есть порядка 20%. Ну, там статистической погрешности 19 с копейками процентов. За год на 20% это именно Калининград и Волгеморье. Калининградская область. Калининградская область. Вся, целиком. А вот опять же мы можем сюда внести и Гвардейский, и Светлый, да? А вот нет. Вот, Советск, Краснознаменск, Черняховск. Или это уже такие разные города Востока области? Сейчас интересная картина с появлением новых объектов сложилась. Я хотел бы тоже обратить внимание тех, кто подыскивает себе жилье, что если раньше мы говорили про две основные локации в Калининградской области, это Калининград и побережье, которые включают в себя известные курортные города, то сейчас появился уже там третий класс недвижимости, если можно так сказать, который можно назвать города области. Это тот же самый Черняховск, тот же самый Гвардейск, Светлый, Балтийск. Вот таким странным образом туда попадает, хотя, по сути дела, он является курортным городом по своему потенциалу, но в связи с тем, что там пока еще нет газа, не подведено, не подведен, в связи с тем, что он пока еще, ну, как бы не достиг какого-то уровня привычного для курортных городов, недвижимость там стоит сравнительно недорого. И если говорить про ценовые пороги, то вот именно в этих городах, которые я сейчас перечислил, в глубинке области, куда входит еще и Балтийск, квадратный метр можно купить за разумные деньги до 100 тысяч рублей. То есть порядка 90 тысяч рублей там средняя цена новостроек. То есть это такое предложение для тех, кто ищет дешевое жилье, не обязательно в Калининграде. Ну, скажем так, тот, кому нужно в рамках определенного бюджета что-то постараться найти интересное. И не исключено, что ситуация через год изменится. Может быть, изменится кардинально, но пока мы видим, что вот эти новые объекты, их сравнительно немного, но они появились, они крепнут, и они стоят дешевле, чем средняя цена квадратного метра по области, причем существенно. Вы знаете, пару лет назад многие люди столкнулись с тем, что им трудно продать свое старое жилье, чтобы купить новое. Почему так тяжело со вторичками на рынке? Мы имеем дело с перекосом определенным рыночным. В связи с тем, что в целом в Российской Федерации с 2020 года действует программа льготной ипотеки, произошел разгон сегмента нового жилья. То есть сложилась парадоксальная ситуация, когда новое жилье, даже более дорогое, покупать более выгодно, чем вторичку, чем старые квартиры. Это связано с тем, что действуют субсидируемые государством программы. И ставка достаточно низкая, но опять же, она субсидируется государством, то есть это не бесплатно. Из-за этого произошел известный разрыв цен. Жилье в новостройках стоит в настоящий момент существенно дороже вторички. Соответственно, первичку, ну то есть новостройки, у застройщиков программам льготной ипотеки покупают, а вторичку продать тяжело. То есть, ну, к сожалению, эта ситуация только усугубилась. И продать вторичное жилье в настоящий момент достаточно непросто, насколько я знаю. Не являюсь специалистом в области вторички, но, насколько знаю, да, с этим сталкиваются многие. То есть, я так понимаю, что в основном сегодня покупают в кредит и исключительно в новостройках, так скажем? Да, стандартный покупатель жилья сейчас выглядит именно как тот, кто получает ипотечный кредит, льготный ипотечный кредит. Причем используются разные программы. Даже, казалось бы, такая диковинная вещь, как IT-ипотека, тем не менее, она реально существует. Реально по ней специалисты в области IT получают процентные ставки достаточно низкие, они покупают жилье. То есть, это ипотечник, это тот, кто покупает жилье в кредит на достаточно продолжительное время, и это замечательно. То есть, пока эта программа действует, все хорошо. Но, к сожалению, осталось не так долго, до 1 июля. Но потом, судя по всему, ее продлят, потому что это было уже не единожды, насколько я помню. В этот раз грозятся не продлять. Но часто бывает, что грозятся, но в конце концов продлевают. Однако элемент неопределенности присутствует. Кто покупатель недвижимости в Калининграде сегодня? Что это за люди? Местные, приезжие? Если мы говорим про Калининград, то следует отметить, что доля покупателей калининградских квартир из других городов существенно уменьшилась. То есть, в Калининграде, в самом областном центре, не покупают жилье в той мере иногородние покупатели, как это было раньше, например, в 2020-2021 годах. То есть, сейчас-то уже в большей степени калининградец. Это, как мы только что говорили, тот, кто покупает квартиру в кредит, тот, у кого есть соответствующие финансовые возможности, тот, кто обзавелся семьей. Ну и, скажем так, это преимущественно калининградец. А если мы говорим про побережье Калининградской области, которое себя представляет отдельную историю, вот там доля иногородних покупателей по-прежнему велика. Но тоже и в ипотеку. Какого класса жилье сегодня в основном строят в Калининграде, ну и в области? В Калининградской области, к сожалению, нет четких критериев, как во многих других городах, особенно в столицах, по которым можно было бы четко разнести жилье. То есть, я думаю, что это дело ближайшего будущего, чтобы профессиональное сообщество каким-то образом сформулировало четкие критерии. Но если мы говорим про классическую схему, систему, вернее, классификации жилья, по которой мы видим эконом-жилье, комфорт-класс, бизнес-класс, ну и какие-то там более высокие сегменты, то я думаю, что, скорее всего, это комфорт. Комфорт плюс. Если то, что сейчас строят, это комфорт условно, да, на сегодняшний день. А теперь эконом тоже есть. То вот обозначите, что такое эконом тогда уже на каком-то примере? Ну, например, это квартиры достаточно малогабаритные, это квартиры в домах, построенных по, может быть, даже старым технологиям каким-то. Но не хочу, если честно, глубоко в эту тему углубляться, потому что дело профессионального сообщества именно выработать четкие критерии. Но к этому можно поднести, например, панельное домостроение, которое в Калининградской области тоже есть. Вот это вот пример чистого эконома. Когда инфраструктура немножко не та, когда материал стен, звукоизоляция, еще что-то, оно все замечательно вроде, и стоит дешевле. Кстати, ценовая разница достаточно существенная в этом случае наблюдается. Но это вот не то. Лифты там попроще и так далее, и так далее. Но еще раз говорю, что формулировать должно профессиональное сообщество, и тогда лучше будет об этом говорить конкретно. Мы сегодня говорим о ценах на жилье в Калининградской области. Гипотетически о том, что будет с ними в ближайшее время. Эксперт, сооснователь портала «Застройщики 39». Сегодня в студии «Радио Балтик Плюс» Андрей Кондрат. Добрый день. Вы знаете, такая история ежедневно в ленте новостей. Разница информации. Сегодня говорят, что цены снижаются. Завтра говорят с точностью до наоборот. Вот сегодня Сбериндекс выкатывает свою статистику по поводу того, что в апреле средние цены на первичном рынке жилья в Калининградской области продолжили снижаться. Вы говорите, что совсем иная ситуация. Цены продолжают расти, к сожалению, может быть, к счастью для кого-то. Почему сегодня так, завтра так? Абсолютно противоречивая информация. Мне трудно судить, по каким критериям устроена статистика Сбериндекса. Не могу сказать, чем они руководствуются. Не могу знать, что они конкретно отслеживают. Наш портал, он получает информацию непосредственно здесь, в Калининградской области, непосредственно от калининградских застройщиков, с которыми, с многими, с большинством, с которых мы сотрудничаем плодотворно. Поэтому у нас информация получается прямым методом взаимодействия через специалистов отдела продаж и так далее. комментировать многочисленные заявления федеральных ресурсов, которые постоянно говорят разное и, как правило, противоречивые. Причем там в течение одного-двух дней может поступать от разных площадок совершенно разная информация о разных якобы существующих тенденциях. Ну, это комментировать не могу. То есть я говорю то, что мы видим, то, что мы знаем, в чем мы уверены. И мы видим, что цены растут. Если говорить про новостройки, где подражение, особенно, очевидно, а где все-таки стабильность? Хотел бы выделить две локации, которые меня... Ну, одна из которых меня сильно удивила, ну, а другая, можно сказать, порадовала своей стабильностью. Удивил меня город Пионерский. Год назад, если мы говорим про май 23-го года, средняя стоимость квадратного метра в новостройке, подчеркну, в этом замечательном городе составляла чуть-чуть меньше 100 тысяч рублей. Ну, то есть там 99, там где-то 100, 101, там в зависимости от выхода новых объектов, она каким-то образом немного менялась в пределах статистической погрешности. Что мы видим в мае 24-го года? 150, 160. Ну, средняя цена в настоящий момент, именно на сегодняшний день, там 150 тысяч рублей за квадратный метр, тоже с какими-то копейками. То есть прирост стоимости за один год составил 50%. Причем у всех застройщиков, которые работают там. Туда пришло достаточно много застройщиков, город серьезно изменился. Если в прошлом году можно было говорить, что это недооцененный город, то есть существовал, например, Зеленоградск со своей ценой значительно выше 100 уже давно. Ну, в прошлом году там, например, 130 с копейками он стоил. Там 133-135 тысяч рублей за квадратный метр. И существовал пионерский, который вроде бы и рядом, и море то же самое, а стоил 100. Вот в этом сезоне ситуация изменилась. Причем изменилась она во второй половине прошлого года, там произошел бурный рост. И я так понимаю, что в настоящий момент цена зафиксировалась. И те, кто в прошлом году покупал там недвижимость, если кто-то интересуется курортной недвижимостью, и могут, как бы, понимать, что они совершили действительно выгодную сделку. Это если мы говорим про прирост аномальный. Это самый большой годовой прирост стоимости в Калининградской области, который мы зафиксировали. А если мы говорим про стабильность цены, наиболее стабильной цена является в московском районе города Калининграда. То есть это наш старый, добрый, любимый Балт район с небольшими там изменениями в ту или другую сторону по локациям. Там цена выросла незначительно. И можно сказать, что она в настоящий момент там порядка, ну, не буду называть абсолютные цифры, как бы, но, в общем, ненамного выше 100 тысяч рублей. Но, тем не менее, в московском районе там идет активная застройка. Ну, вот именно благодаря этому, благодаря большому количеству предложений, наверное, благодаря тому, что московский, он же Балт район там для коренных калининградцев, он всегда был, скажем так, ну, имел репутацию спального района, хотя в самом хорошем смысле, потому что следует отдать ему должное, там замечательно все с инфраструктурой. То есть количество детских садов, школ, магазинов. Может быть, не всегда там и везде красиво, как того хотелось бы, может быть, нет там исторических зданий, но с точки зрения удобства жизни там замечательно. Там много строят. Там строят и застройщики калининградские, застройщики федеральные. Там давно уже достаточно работает петербургский застройщик, один из крупнейших в стране. И предложений там достаточно. Именно благодаря этому цены там, скажем так, ну, не настолько приросли, как в других локациях. Вот вы сказали, что в Калининград заходят федеральные застройщики. Раньше было как? Свои, местные, все их знают практически в лицо. Российские застройщики интересуются Калининградом, да, и вот что изменится, когда они сюда будут заходить в больших количествах, так сказать. Они уже заходят сюда. Пока еще не в больших количествах. Но тоже тенденция 23-го и начала 24-го года, первой половины, это появление здесь, ну, можно сказать, что варягов. Хотя на самом деле уже давно достаточно у нас появились те же самые петербургские компании. Тем не менее появились компании вообще вот совсем из других локаций, которые, казалось бы, не должны по логике интересоваться Калининградом. Но они заинтересовались. Речь идет о краснодарской компании ССК. Один из крупнейших застройщиков Краснодарского края реализует в Калининградской области, в Гуревском районе, ну, просто суперпроект огромный. И зайдя сюда, получив разрешение на строительство на огромное количество квадратных метров по меркам Калининградского рынка, ну, или на достаточное, они себя здесь сразу же позиционируют, как те, кто пришел работать серьезно надолго. Поэтому рынок местный меняется. То есть мы видим, что у них совершенно другой подход и к маркетингу, к рекламе, к продвижению своего продукта, к позиционированию. То есть, ну, это удивляет, конечно. Помимо этого, если мы говорим о том, кто скоро появится, мы наблюдаем активность на острове. Остров Октябрьский, незастроенная территория за стадионом Калининграда, который теперь называется, по-моему, Ростехарена с недавних пор. Я думаю, что это новая точка роста для Калининграда. Участки продаются на, ну, реализуются, скажем так, с торгов в этой интереснейшей локации. Туда подведены коммуникации, и туда заходят тоже заостройщики петербургские. Ну, и не только петербургские, которые и с Урала тоже там уже появились, компании, которые, я думаю, скоро покажут, скажем так, себя, продемонстрируют. И это будет уже немножко другой рынок. То есть, тот междусобойчик, который здесь был долгие годы, можно сказать, десятилетия, он сейчас меняется. Сюда приходят игроки из большой России. Ну, а каким образом это все отразится на местном рынке, разнообразием предложений по ценнику? Я думаю, что рынок от этого только выиграет. Если честно, я не уверен в том, что цены снизятся. Потому что те, кто сюда приходят, они приходят зарабатывать деньги, безусловно. Это самое главное. Да, именно это я хотела от вас услышать. С другой стороны, они приходят сюда со своими продуктами, и какой-то легкий налет провинциальности, который здесь у нас был, когда там годами что-то не менялось, он, думаю, что будет сейчас в значительной степени разбавлен. Потому что они сюда приходят со своими технологиями. Ну, вы говорите, что будут строить больше, то есть будет больше квартир, будет больше выбор. Если спрос каким-то образом падает, то застройщик снижает цены, чтобы продать огромное количество уже построенных, готовых квартир? Либо это просто как такие инвестиции стоят себе, и ладно, когда-нибудь кто-нибудь да возьмет. Ну, сейчас, с 2019 года, активное участие в процессе строительства принимают банки. У нас произошло переформатирование, опять же, рынка. Если раньше существовало, как я уже неоднократно раньше говорил, на передачах существовала прямая связка дольщик-застройщик, то сейчас появился еще и банк. Банки кредитуют застройщик, банки дают им деньги. То есть такой ситуации, чтобы у застройщика, который кредитуется в банке, получает проектное финансирование, чтобы у него возникла какая-то сиюминутная потребность просто получить кэш какой-то. Ну, сейчас эта ситуация, скажем так, не является, наверное, уже типичной. То есть особо акции ждать не стоит. Раньше такое было. А сейчас и банки заинтересованы в большей рентабельности проекта. И застройщики хотят показать и банкам, и заработать больше. Поэтому принцип такого моментального реагирования, как было раньше, на спрос. То есть спрос упал, цены как бы начали падать. Он сейчас не работает напрямую, потому что существует демпфер в виде банка. У нас в гостях был сегодня сооснователь портала застройщики 39 в Калининградской области Андрей Кондрат. Спасибо, что пришли. Удачи вам, как всегда, было интересно послушать.